И посмотрите по той почте, что у вас есть, кто зарегистрирован, потому что в дубли мы, так скажем, нет, действительно, и регистрируем только одну почту. Сергей Александрович, я замолкаю. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, за это время, которое прошло с последнего вебинара, очень много вопросов было задано, очень много информации, много событий. Происходит, но все это достаточно сумбурно и лениво. Дело в том, что очень много информации уже многократно повторялось, многократно высказывалось, многократно выкладывалось. Но некоторые из вас ленятся смотреть, почему? Потому что спрашивают инвестиционный меморандум. Инвестиционный меморандум – это документ, который объединяет целый ряд документов. У нас выложено это сейчас не в виде единого документа, а разрозненный по разделу. Там есть и сметы, есть калькуляции, есть прибыльность проекта. Мы выложили самый пессимистический прогноз. Он там есть. Есть шаги в случае различного развития ситуации. Что делать и как. Программа крупными этапами, она тоже выложена. Просто надо не лениться и воспринимать информацию. Если это вопрос ради вопроса, тогда зачем его задавать? Если для того, чтобы понять, что происходит и что дальше будет, то все это представлено. Вот сейчас мы прошли первый этап. Первый этап первичного инвестирования для того, чтобы можно было начать делать, предпринимать очередные шаги. Потому что ясно и понятно, что без дополнительных средств, дополнительных движений не сделают. Поэтому эти шаги сделаны были, средства привлечены. За эти средства начала интенсифицироваться работа над проектом. Другого пути нет, потому что начинают рассказывать, надо было делать так, надо было делать сяк и так далее. Все это хорошо. Понимаете, вот есть такая вещь, как теория музыки. Выдающиеся произведения музыкальные, все подпадают под эту теорию. Но есть один небольшой нюанс. Ни одно произведение не написано по теории музыки. Все прекрасно знают, как надо делать, что надо делать. Вот как. Но, ребята, если все знаете, ну, делайте. Почему никто из вас этого не сделал? Делаем мы. Вы сейчас говорите, как это делать. Вы видите извне все происходящее. Мы смотрим на это изнутри. И у нас будет, поверьте, намного больше информации, оперативной информации, которые приходят каждый божий день, каждую минуту, каждый час. И ситуация меняется очень динамично, крайне динамично. И мы реагируем по мере возможности как можно быстрее на все изменения. Вот приведу характерный случай, когда я ехал в транспортном средстве, там сидят двое молодых людей, я обсуждаю там события, спарринг на ринге, бокс шел тут не так, ударил туда-сюда. Я подошел, извините, молодые люди, выйдем. Тебе зачем, мужик, что ты хочешь? Я говорю, ну вы так все прекрасно знаете об этих делах, давайте выйдем сейчас. Посмотрим, мужик, ты что, что ты прикопался, сейчас полицию вызовем. Говорит, так вы же прекрасно знаете, как это делается, пойдем, выйдем. Отказались. Все прекрасно знают, как браться, как бить, куда бить. Но дело в том, что когда доходит до дела, что-то желание пропадает сразу. Поэтому, поймите, мы не с бухты-барахты предпринимаем какие-то шаги. Все шаги достаточно хорошо взвешены. И мы видим ситуацию изнутри, действуем именно из условий рациональности действия. Да, что-то не получается, что-то получается так, либо иначе, но мы находимся в определенных вынуждающих обстоятельствах. Часто наблюдаешь на автосервис, проезжают, машину ремонтируют, механик открывает, говорит, какой дурак, вот это вот крутил, пятое-десятое. Ну смотришь на него, говоришь, уважаемый, такой же, как и ты. Ты же не знаешь, почему человек сделал так, либо иначе, из-за чего, почему он вынужден был сделать так. Он не хуже тебя, не глупее тебя. Он был вынужден. И вот исходя из всего этого, можно сказать одно, что вы можете сделать все очень быстро. Все быстро сделают, да? Ну а все забудут быстренько, что ты сделал быстро, и будут всю жизнь помнить, что ты сделал плохо. Можно делать долго, все будут ругаться, да? Но потом все будут вспоминать, что было сделано хорошо. Поэтому давайте все-таки судить о том, что делается, что происходит уже по итогам. Потому что когда начинают там пирамида и так далее, вот пирамида, вот там опять лохотрон и так далее. Ребят, коллеги, у любой пирамиды есть признаки. И один из признаков, что поток не должен прерываться. События должны идти понарастающие, иначе пирамида рухнет. Ни одна пирамида не выдержала бы той паузы, которая произошла сейчас. Поэтому, извините, тут нет этих признаков. А почему перерыв произошел? Ну, надо было бы, во-первых, распорядиться средствами, которые зашли. Это потребовало времени, да? Эти же средства были направлены на разработку соответствующего программного обеспечения. Мгновенно это не делается. Были все отключены. И еще один вопрос. Я настоятельно просил уменьшить количество визитов к нам. Каждый день по несколько делегаций, несколько посещений. И вот у меня с 11 до 3 до 4 дня, как правило, я с кем-то встречаюсь. Это отнимает много времени. Причем, повторяешь одно и то же, многократно. Но при этом мы не занимаемся работой. И все это приходится наверстывать уже глубоко за помощь. Еще один вопрос. Просьба. Огромнейшая просьба ко всем. Не приезжайте к нам в больнине. Вот сейчас опять выкосило весь личный состав. Все с насморками, с температурой и так далее. Я тогда, товарищ, приехал. Я говорю, зачем ты сюда приехал? Ну вот, я уже потратил с другого города. Но ты когда ехал, ты думал. Понимаете? Вот мы все нацелены на решение результата. И от того, насколько эффективно будет каждый из нас работать, настолько быстро мы продвинемся к конечному результату. Не хочется терять время, силы именно на то, чтобы бороться с теми препятствиями, которые вообще на ровном месте возникли. Лучше бороться с теми, которые реальны. Но вам надо в месяц один день открытых дверей. Да, сейчас не особенно открытые двери, ребята, сделать. Почему? У нас режим проходная. Не так просто провести делегации и так далее. Да, ограниченное количество людей приезжает. Завтра будут четыре делегации приедут. И опять завтрашний день у меня уйдет в корзину. Не только у меня, но и у сотрудников. Поэтому и делаем шоурум. Вот Евгений снимал видео. Выложили там. Сейчас сняли помещение. Назавали на ящиками, тарами. Сейчас, ну слава богу, устраивали двери. Вот поставили. Вот сейчас там, сегодня вывозили оттуда всю эту тару, упаковку. И постараемся в кратчайшие сроки выполнить ремонт. И чтобы люди могли приезжать, уже более оперативно вести прием. Но прошу, конечно, меня простить, но я не смогу уделять столько времени, сколько уделял раньше. Потому что за последние три года я провел встречи не с одной тысячей человек. Это тяжело. Но я стараюсь по возможности максимум уделять времени каждому. И вот отказы уже только в том случае, если действительно уже нет такой возможности, либо оперативная работа не позволяет это сделать. Смотрите, значит, много возникает вопросов о том, как, что будет продвигаться, почему бизнес будет успешным, где расчеты экономического обоснования. Смотрите, на сегодняшний день существует 261-й федеральный закон, который напрямую обязует заниматься энергосбережением. Значит, есть указ президента, обязующий к 2020 году сократить потребление энергоносителей на 15%. Плюс ко всему, износ парка электрических машин только в России составляет 90%. И они все Е1. А в Европе уже даже Е2 запрещают вводить в оборону. Только Е3. И этих двигателей на рынке недостаточно. Их не хватает. Плюс то, что предлагать Европу значительно дороже, крупнее, по габаритно-присоединительным размерам не подходит. Вместо Е1 это надо переделать оборудование. Мы же будем предлагать на рынке двигатели класса Е3 и выше, но которые по присоединительным размерам соответствуют современным старым двигателям. Но при этом они еще дешевле. Потому что в них на 30-40% меньше медиа, электротехническая, старая. Поэтому, как бы мы там что ни говорили, да, есть целесообразность, разумная целесообразность. Численные методы, сиди, считай, посчитай, сколько не считай, да, расчеты можно предоставить, какие угодно, да. Все что угодно, но не факт, что проект состоится. В бизнесе точно так же, как и в охоте, нужна интуиция, звери на чутье и терпение охотника. Иначе ничего не добивешься. Поверьте, потому что я ни один инвестиционный проект с нуля поднимал, причем некоторые, которые считались провальными, мы поднимали. Просто есть закон о развитии рынка, закон о развитии общества, да. Вот буквально вчера была передача «Вечерняя Москва». Это канал с 13 до 14 шел, я ссылочку выкладывал в чате группа. Вот. И там встреча обсуждалась, вот я ссылочку тоже дам сейчас здесь. Что там обсуждались, как инновации будут воздействовать на Москву, что дадут, как дадут. Там участвовал наш сотрудник Яна Тепурова. Удивительная передача, посмотрите. И вот когда мы смотрели, просматривали все это дело, там была очень интересная такая персона, начальник департамента международных отношений фонда «Сколково». И вот когда его спрашивали, почему, как происходит, он дал ответ интересный, что, извините, «Сколково» – это не организация по раздаче денег. Но тут возникает когнитивный диссонанс. Хорошо, вы не по раздаче денег, вы занимаетесь инновациями, вы поддерживаете те проблемы, которые нужны Москве, которые надо срочно решать. Так, извините, победителем последнего конкурса инноваций был проект «Виагра для женщин». Это что, женская либидо для Москвы – это самая животрепещущая проблема, которую надо решать, и вот в которую надо вкладывать деньги. Да, это надо, я не спорю, но есть первостепенные задачи, которые обеспечивают доходность людей, уровень жизни их, который касается всех, каждого из нас. И какие задачи надо решать. Оказывается, что вот такая, я так полагаю, что «Сколково» – это главная проблема, видимо, невнимание со стороны женщин, они хотят его увеличить и создать синтетическим способом. Но это проблема «Сколково» уже, я думаю, это не проблема Москвы. А демография от этого не зависит. Понимаете, тут несколько других, если уровень жизни хороший, там и демография подтянется. Значит, смотрите, за вот эти вот дни, те средства, которые собрали, проделали достаточно большую работу, ну, то, что 3D-плотеры есть, там тепловизор, все это понятно, вы уже это видели. Значит, сейчас сделаны заказы на компьютерное оборудование, причем мы нашли такое решение по компьютерному оборудованию, при котором те же самые рабочие места будут соединены в единую сеть вычислительных, которые позволят решать задачи оптиметрики. Это, собственно говоря, будет сеть вычислительная, которая позволит существенно ускорить расчеты и работать параллельно над решением нескольких задач. И существенно ускорит проблемы вычисления, да, нашу работу. И это удешевит, позволило удешевить вот такой подход, удешевит стоимость затрат на приобретение специальных вычислительных средств. Да, для того, чтобы собрать вот такую сеть, сделать такую подборку оборудования, тоже пришлось потратить время. Теперь еще одно, значит, говорят много про то, что вот надо там этих людей ответы давать, там выбирать информацию, когда человек самому ленит. Да, можно посадить этих людей, но поймите правильно, что бесплатно работать никто не станет, да и вы бы не стали. Значит, надо будет посадить людей и платить деньги с тех денег, которые собраны в инвестиционных средствах. Это условно-постоянные расходы, которые увеличат нагрузку на проект. Ребята, давайте не будем лениться все-таки и постарайтесь искать информацию. И в крайнем случае уже, если не найдете, тогда прощайтесь, да, будет информация, обязательно будет. Значит, из последних событий, что произошло сейчас, значит, мы получили материалы, заготовки, электромагнитную систему нарезали. Это по проекту с Белгорода у нас, с Белгородского университета у нас заключен договор на совместные работы по постройке болида, спортивного болида, формула студент. Этот договор готовился достаточно давно, прорабатывался, уже больше года бы на него потратили. Вот, и сейчас наступает уже техническую стадию выполнения электрических машин. Значит, сейчас прорабатывается с фирмой МакТроу, прорабатывается вопрос о поставке тестового оборудования. Сейчас из Германии высланы два образца двигателей центрального привода Ренот Визи электромобиля на перепроектирование. Значит, сейчас Виктор Арестов получил визу в Китай, выезжает вести переговоры по проектированию двигателя для грузовичка 3,5 тонн. И так далее. Процесс идет. И вот то, что оценку дали по письму, которую прислали ребята, проявившие интерес по применению нашей технологии на электровелосипеды, там с оценкой 1000 и так далее. Понимаете? Это одна из фирм. И делать прогнозы на одном таком запросе, это неправильно, таких запросов идет множество. Мы сейчас определяемся с теми, которые позволяют решить первостепенные задачи, крупную клетку. Но не откладывая мелкие проекты. Мелкие проекты тоже могут. Потому что сегодня мы вели переговоры с Михаилом Александровичем Димурием. В Крыму уже сделано несколько электромобилей с использованием нашей технологии. Занимался Игорь Корхов из Губкина. Мы там подвели партнеры по поставке доноров для изготовления двигателей. Поэтому, чтобы таких проколов не было, вот именно и создается собственное производство. Значит, что касается сертификации в МАМИ. Вот Николай Садняков задает вопрос. Я не понял даже, почему этот вопрос или это утверждение. Но смотрите. Значит, Игорь Корхов свой электромобиль электротаврии сделан, сертифицирован. Калина, электрокалина, сертифицирован. Он сейчас ездит на Лада Эллада, электрическая Лада, сертифицирован. Зет автомобиль 4, мотор-колеса, который установлен в Тольятти, Самарсе. Это Вагнер Вальдемар Олегович, автомобиль его команда занимается. Она получила номера и разрешение для движения по дорогам общественного пользования. Именно в НАМИ. Поэтому, ну зачем утверждать тех вещей, которые вы не знаете. В которых вы, ну, не информированы. Ребята, давайте все-таки стараться объективную информацию давать. И желаемое, действительно, не надо давать. Потому что это некрасиво, нехорошо, не делать никому чести. Если вы хотите как-то дискредитировать проект, то пожалуйста. Я не думаю, что это, потому что за 22 года попытки были разные. Всякие. И поверьте, покрупнее киты плавара. И покрупнее действия. Вот достаточно серьезные фигуры, причем государственного уровня. Не получилось. Не надо этим заниматься. Понимаете? Потому что у нас и так противников против России достаточно много. А тут мы еще будем сами себе друг другу палки в колеса вставлять. Это же глупо, по крайней мере. Просто глупо. Хотите этим заниматься? Да занимайтесь, ради бога. Но я предостерегаю сразу же. Ничего доброго из этого не получится. И не надо выплескать свою желчь или неудачи в жизни. Или свое разочарование. Или еще что-то на других людей. Да не поможет вам. Вы от этого лучше жить не станете. Лучше делом займитесь, и все будет хорошо. Поэтому у меня... Ну, не то, что непонимание. У меня есть много замечаний по ряду других проектов, которые делаются. Собирают тоже средства. Но я не стану критиковать по одной простой причине. Хорошо это, ребята, делают. Даже если будет отрицательный результат. Но все равно будет получен богатый опыт. Это вот старты. Надо делать, начали сделать только от десятого. Но это когда у тебя есть одна идея. Когда ты выходишь с одной идеи. А когда у тебя уже продукты, когда у тебя десятки лицензионных договоров, когда выпускается продукция, хотя в части модернизации. Когда есть готовые машины. Это уже не идея. Здесь уже есть конкретные цифры. Есть конкретные просчеты. Я уже выкладывал. Самый такой пессимистический прогноз по окупаемости. Выложены. Смотрите. Я конечно понимаю, что в тех цифрах разобраться не специалисту крайне тяжело. Но они есть. Если там тяжело разобраться, так спросите. Ведь мы говорили, что при самом пессимистическом прогнозе через три года начнем получение. Если сейчас стоит задача войти в особую экономическую зону Алабушево, так она стоит. И дальше, как витязь на распутье перед Камнем, три дороги. Туда, сюда, сюда. И в зависимости от того, как мы решим эту задачу, у нас будет три направления. Выбор. Туда, туда, туда. Интенсивный, экстенсивный и так далее. Оттуда будет зависеть и как мы двинемся. И сейчас говорят, ну распишите все этапы на 25 лет. Да никто вам не распишет. Если распишет, значит прием. Нельзя это сделать. Потому что если мы входим в особую экономическую зону, это преференции налоговые. Налоговообложение это одна смета расходов. Арендная плата за землю и так далее. И совершенно иное, если мы берем, сидим на арендных отношениях, где надо страховаться, потому что арендатор придет, потом скажет, ребят, свободно. И что вы будете делать? На улицу пойдете с оборотами. Или вам начнут руки выкручивать. Теперь ответьте на вопрос. Сейчас вот инвестиционная команда, команда, которая занимается с инвестициями, с финансами, занимается открытием фондов, фондейшн зарубежными для привлечения зарубежных инвесторов. Как быстро? В каких странах? Одна, два, три компаний. Сколько будет открыто? В какие сроки? И так далее, и так далее. Нет этого ответа еще. Да, предполагается, да, планируется, да. Но ответа однозначного еще нет. Будет ответ, будут ответы на другие. И тогда вероятность дисперсии, отклонения событийности будет совершенно ина. Когда вы отправляетесь в путь, вот лежит шарик, да, он просто лежит. Вы толкнете его в одну, а вторую, третью сторону он покатится. Но чем больше вы придаете ускорение, тем меньше вероятность, что шарик отклонится на 90 градусов и так далее. Чем выше скорость, тем меньше угол отклонения этого шарика. Точно так же и проект, чем выше скорость движения проекта, тем меньше угол его отклонения. И тем меньше он подвижен воздействию внешних факторов. Это надо понимать. Поэтому чем быстрее собираются финансовые средства, чем больше поток этих средств и задействован оборудование, тем больше можно привлечь людей, тем больше стабильность проекта. Это закон. Это закон больших чисел. И как будет дальше развиваться событие, во многом зависит от вас. И от того, конечно, насколько вы нам доверяете. Теперь смотрите, значит, следующее. Вопрос. Нидро Александрович, расскажите о возможности приобретения лицензии на обмотке. Хотелось бы испытать свои источники питания. Схемы есть, заходите на форум двигатель.myfor.ru Там основной раздел, заходите и ребят спрашиваете. Вот у вас есть такой двигатель, просьба дайте славянку, посчитайте, помогите. Помогут обязательно. Никому не отказывают еще. Если хотите лицензию приобрести на модернизацию, если вы занимаетесь ремонтом, только если занимаетесь, если вы решили заняться с нуля, то вам обязательно нужно иметь квалифицированного обмотчика, имеющего опыт. С нуля не получится, поверьте мне. Уже многое кратно начинается. А стоимость лицензии там очень просто. Значит, при заключении договора взнос 5 тысяч, это покрывает затраты на регистрацию в Роспатенте. Потому что на первые договора мы делали за свой счет, но потом посчитать, если 100 договоров по 5 тысяч, это по миллиону, ну, наверное, хорошо. Поэтому вынуждены брать. Дальше берется 10% от стоимости оказанных услуг. Отчетная по кварталу за счетный период. Там все очень просто. Для всех условия одни. Значит, если поступит заказ на модернизацию большого предприятия, будет ли рассмотрен вариант его модернизации? Вообще вам интересны ли такие заказы и участие в ТНГ? Ну, пожалуйста, конечно. Обмонщики участвуют. Не вопрос. Там есть на том же форуме раздел на рецензированные обмонщики. Там указаны адреса, контактные данные, те, кто захотел выложить. Поэтому есть региональные. В разных концах Российской Федерации есть за рубежом. В Казахстане есть, в Белоруссии есть, в Прибалтике есть. Даже в Германии, в разных странах есть. В Сербии есть. Поэтому мы можем привлекать, если их участие. Мы уже можете принимать участие. Естественно, там можно даже делать, как заходят, допустим, по энергосервису. Ребята, ничего не надо. Мы сами за свои деньги сделаем. Условик какой. Мы модернизируем вам все двигатели, оплачиваем, все эти обмочки делают. Значит, вы выплачиваете там от экономии до покрытия расходов начали 30%, а потом 10% в течение 10 лет. Предприятие выгодно экономить, и вы зарабатываете. Точно так же, как по рефериальным платежам, пока сумма намного больше. Тоже будете иметь. Поэтому это большая ниша для привлечения финансов для инвестирования. Значит, ну, чтобы больше времени не занимать, потому что вопросов еще очень много. На все ответить хотелось бы, конечно. Вот. Но, не знаю, время подходит. Так, в Челябинском строят завод электродвигателей с нуля. Ну, строят. Но дело в том, что, смотрите, там же непонятно, какая технология будет применяться. В Липецке тоже построили завод. Семен зашел туда, поставил оборудование. Потом ребята говорили, мы возьмем технологии на внутреннем рынке. На внутреннем рынке не оказалось. Семен сказал, да, давайте, вот за такие деньги уступите. Мы с вами в расчете. Вот. Получилось, что Семенс построили завод. То же самое может и там произойти. Можно ли сделать ваш синхронный двигатель маленьким, использовать его, например, в квадрокоптерах? Нет, смысла нет. Потому что столь маленький лучше делать на Беллисе, на магнитах. Потому что, начиная, ну, с мощности ниже 100 ватт, делать нецелесообразно, потому что проливать стержень короткозакнутой клетки технологически очень сложно. Поэтому не стоит этим заниматься. Значит, смотрите. И напоследок, небольшая интрига готовится, на ваш взгляд. Значит, мы предлагаем следующую вещь. Мы собираем велосипед на базе рамы версия, с мотором, с колоком, совмещенными обморками, и контроллером Кертис. И предлагаем его для участников проекта, те, которые не вносят свои средства для инвесторов. На каких условиях бы вы хотели получить этот велосипед? Бесплатно. Ну, вот есть всевозможные акции проводят, ребята, да, там, бонусы и так далее. Ну, вот бонусом, на каких бы условиях вы хотели получить велосипед? Ваши предложения. Спасибо. За внимание, я думаю, на сегодня хватит. Если будут вопросы, просьба, ребят, конкретно, и не повторять те вопросы, на которые уже даны множественные ответы. Еще раз просьба, больными не приезжайте. Лучше выздоравливайте. Если надо, мы вам поможем. Выздоровить. У нас медцентр Маврозово внизу есть, поэтому там специалисты, если надо, можем посодействовать. Ребята очень хорошие, специалисты очень хорошие. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.